Добрый вечер! Сегодня в Беларуси означается православная рада, уница день поминания у всех померлых. Это свято закликает христиан не поглубляться у переживаний с нагодой смерти близких, а на дворот радоваться их нарожение у житё вечное. Самые ранницы у храма святого Архангела Михаила у гумели шматлюдна. Протяглой службы залежить от того, кольки будзе записок с именами тих, кого треба помянуть. Кожное имя повинна быть проговорана. Живые, коли поминают померлых, быцем делятся с ними радостью об Иисусе, який у воскроз. Проносить кучу с медом, фарбованной яйки, куличы. Дарычы, гэта милостяна от прыхожан отправится у дитячие дамы и больницы. Приношение является как бы милостыней за душу умершую, потому что ангел милосты стоит всегда у престола Божия и непрестанно выпьет отец, за кого эту милость приносит. После завершения службы гамельчане традиционно едут на могилки. Дарычы, храм святого архангела Михаила в свой час был перевезен у гамель зацеленной вёске Добрыжского района. Вёске помирают, як и люди, але живые раз в год мают махчымость наведать зону отселения без ніяких документов и дозволов. Все лето гэта перейд с 7 по 10 мая. Все ж одноклассники, все соседи, все односельчане, все встречаемся, все рассказываем друг другу, как живем, как наши детки. Ну, про всю свою жизнь, все встречаемся, вот раз в год здесь мы всегда встречаемся и каждый год мы сюда приезжаем. Вёска Бартоломея у Каветковского района в свой час была довольно буйной – 300 дворов. Был навод торфабрикетный завод, я кидавал людям працовные месцы и веру в будущее. Однако после шарнобыльской авары ситуация изменилась. Всегда приезд на кладбище или просто посещение, оно как бы подталкивает к тому, чтобы погружаться туда, в ту жизнь. Ну, как, это естественно. Там, где ты родился, где у тебя прошло самые лучшие, наверное, годы, потому что это юность, это первая любовь, все дела. Ну, такое. Ну, и, естественно, вспоминаются, кто там, родственники, знакомые. На Радовницу люди наводят парадок на могилках и поминают померлых, запаливши свечку, те просто стоятши у тишини. Наши протки, які вёски, які пошли у неё быт, шакают ётый день от нас молитвенной допомоги. Яуген Пабыловец, Олена Василюк, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель». 75-шу годовину «Перамоги» у «Гомелес» устрелили массовым шестям парадом «Пераморцов», шматликими концертами, массовым представлением «Трыумф» в «Перамоге» и реконструкцией одного запушних боёв Великой Чыны Войны. Про это мурашистости проходили одночасового у сих районах города. Аб самым важным и цикавым у материаля Олега Сентюрова. Ёсь святы, які не дозначат только по так званых круглых датах. День «Перамоги» минавито такое свято. 71-я годовина, 9 мая 2016 года. 9 мая – день нашей военной славы и гонору. А дать Данину Паваге здействованному подвигу у «Гомеля» собрались больше 8 тысяч человек. На жаль, с кожным годом удел в урочистостях при мае ўсё меньшая колькость непосредных фронтовиков. По стане здоровья, переважной большинств ветерану войны зараз як минимум 90 годов. Стать у святошенную колонну могут не усе. Кавалер шасси боевых орденов Фёдор Авдеенко на передаде Дня «Перамоги» вернулся со шпиталем. Али не прийти на врачистостях, каже, просто не мог. Бо и сё не лечить себе устроим. Но море войсковых подразделений, где закончил бои, памятая так само доброе, як и тады у мае 45-го. 34-й гвардейский вистинский орденов Сувора Кутузова артилейский полк, командир взвода разведки полка, лейтенант гвардии лейтенанта Авдеенко Фёдор Самойлович. Сироту денников урачистостях ашестя, керавництва в области города, простовники працонных коллективов и войсковых формирований, ветераны Великой Ачины, двухкилометровый адресок от площади Повстания до площади Ленина, где традиционно проходить гэтое мероприемство, с тяжкостью умещая усих жадающих, день «Перамоги» сопрадывся народное свято. Кветки и слова подяки ветеранам Великой Ачины и вся гульный гонор за наших солдат-пераможцам. Сегодня у Гомиа Шмат помнят у пресвеченных падеям Великой Ачины, але мемориал «Вечный огонь» займает сироты их бадай центральное место. Минавито сюды пришли у денники урачистостей кападать Данину Паваги героичному минулому. У истории Великой Ачины Гоми застанется як опошний город Беларуси, який з долю захапись ворох. На его улице оккупанты трапили только 19-го жнивня 41-го. И еще об одном факте тут узгадывают у день «Перамоги». У лепени 41-го, хоть и часова, але червоная армия у першинё вызволила два города Советского Союза – Рогачёв и Жлобин. Так починался шлях до «Перамоги». Мы всегда встречаем 9-го мая свой праздник. Но правда нас уже мало осталось, уже когда-нибудь мы станем реликвией, потому что почти никого не осталось. Я своих друзей уже всех похоронил, остался один я, 90-то годов мне сейчас. Свято – это кветки. С этим стверждением на врате, кто будет спрочаться. В Гомском Паласово-Парковом ансамбле этим словом дали практичное усабление. Напыло, тысячи кветок стали не только упражнением Центрального парку, але и своясабливым подарунком усим гомельчанам и гостям города. У этот день в уголе каждый мог найти для себя нечто интересное и запоминальное. Им очень нравится, как всё организовано, что очень много детей задействовано в данном празднике. Очень патриотично смотрится. Выставы техники и мастер-классы, демонстрация военной сброи и массовое святотриумф «Перамоги» – программа различена на людей у всех взрослых и самых розных густов. Хоть шмат, кто пришёл не только нештабачить, але и самим принять у мероприемствок самый непосредный удел. Взяли цветочки, нарезали тюльпанчики. Мы много с собой взяли, и мы каждый цветочек дарили ветеранам, которых встречали на своём пути. Ребёнок понял, что это праздник, потому что цветы дарят по праздникам. Я ему объяснила, что ветераны – это наша победа. И мы всех благодарили. Кого видели, когда цветочки закончились, мы говорили просто спасибо. Всярод центральных подействий военных урочистов сел. Преконструкция одного сбою великой отчины на набережной Ракисош. На некий час это место пероутворилось в один из пригородов Берлина 1945 года. Пудельники сражения кажут, что это место вельми добро подыходит для таких реконструкций. После завершения реконструкции, как организаторы констатуют, у себя трымалося. Это первый опыт такого массового представления у Гомеля, а не опошник. Только в этом году такие реконструкции отбудутся, как минимум, еще двойцы. Нам бы очень хотелось провести уже ежегодно и второй год подряд это освобождение Гомеля. Ну и в этом году, вы знаете, что годовщина, начало, наверное, траурная годовщина, начало войны, в первую очередь, юбилей, скажем. Поэтому я думаю, что будет что-то по 1941 году. 9 мая у областного музея военной славы «Аншлаг», жадающих тропить вельми шмат, причем практически все пришли из детьми. У першиню работники музея открыли для наведывальников место в самолете. Теперь каждый может не только поглядеть на боевую машину, а и посидеть в кабине пилота. День перемоги напыл на один день в году, коли заборона на технику не уздыматься, не дейничая. 9 мая практически все экспонаты на открытой присутствии Гомельского областного музея военной славы оказались в распоражении детей. По великим рахункам, это не просто интересно, это еще и эмоциональный, выховавший патриотичный момент. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадокомпания Гомель. Завершал святошные мероприемства у Гомеля «Салют». 30 залпов упрыгожили небо над лядовым палацем. За этим действом назирали 4000 гомельчан. Святошная пляцовка каля лядового палаца працавала строго один дня. За этот час, по подликах организаторов, в центральном районе Гомеля побывало каля 25 тысяч человек. У Воголя в областном центре отпадшивало 9 мая каля 50 тысяч гомельчан и гостей города. Были организованы музычные выступления и разностайные тематичные мероприемства. Усе прошло у спокойной и святошной атмосферы. Парад пераможцев отбился у Гомеля. Тысячи же хоров города прошли по аллее героев с портретами своих родных, которые проймали удел в Великой Отчинной войне. Так само подчас акции запалили факелы и перамоги, которые отправились во все районы Гомельской области. На урожистостях побывал Максим Савин. В мае 1945-х советские солдаты пераможным маршем дошли до Берлина. Про 71 год их нашатки, унуки и правнуки, вышли на парад пераможцев. Как подвиг героев не был забытый. Патриотичная акция «Парад пераможцев» стартовала у 2013-м годе. Шестям напереда дня перамоги у сегодня обмяжовывается. За гэты час акция хапила усе районы в области. Проходили выставки, круглые столы, сустречы с ветеранами и многое іншее. За каждой из гэтых фотографий, якие несут гомельчане у своих руках, особистая история войны и подвигу. Як з элементов пазла, з'ї складается подвиг целого народа. Картина эпохи мужности и боротьбы с захопниками. Гомельчанин Эдуард Олесенко пришел на парад пераможцев с унуком Кириллом. Кажа, как хлопчик ведал историю своей семьи и своей родимы. Мать и батька Эдуарда Емельяновича фронтовики. Дарыча на груди хлопчика медали прадеда и прабабки. Самый дорогий з'их медаль за адвагу. На фотографии вы видите, это моя мать и отец. Отец участвовал в войне с 1938 года, в Советско-финской войне. Затем прошел всю Отечественную войну. За освобождение Кавказа награжден медалью. И также награжден орденом Красной звезды за отвагу и за боевые заслуги. Моя мать тоже участвовала в войне с 1943 года. Она была еще девчонкой. Воевала в Первом Белорусском фронте, в Втором Белорусском фронте. Дошла до Берлина. Вот правнука медаль ее висит за взятие Берлина. Перед початком шестя ветераны запалили факел «Перамоги». Его огонь будет доставлен в каждый район Гомельской области. Это заходный пункт акции «Факел-Перамоги». Финишой она в День незалежности. Акция проходит уже четвертый год за пар. И каждый раз являются новые мероприемства и традиции. Наши активисты посетят воинские захоронения, проведут субботники, встретятся с ветеранами и окажут массу благотворительных дел тем, кто сегодня так нуждается в этой помощи. Завершился шерах мероприемства на аллее героев акции «Гомель памятая». С запаленных лампадах гомельчане склали фразу «Нихто не забытый». Это не только подяка за подвиг, а лена каз самим сабе. Каб гисторая не полторалася, я ей треба памятать. Максим Савин, Яуген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». У Беларуси узброенными силами республики протягуются пошуки места у стихийного похования солдат Великой Альшиной. Займается этим 52-й, особенно специализованный армейский батальон. Перед днем перемоги войсковцы этого подразделения вели раскопки на гомельской земле. Репортаж Александра Гамоли. Это уже третий выезд пошукового батальона в Гомельскую в область за опошние два тыдни. Минашукальник, рыдлевки, респираторы, пальчатки. Рабочий арсенал войсковцев. С початку соковика яны начинают ездить по всей республице. Для военнослужащих 52-го особисто специализованного армейского батальона война никогда не будет завершена, пока не будет знайдены опошний солдат, который взмахался за вызволение нашей родины. Увездцы Орленского гомельского района и окрас на 5-е дни Великого свято дня перемоги гэтыми людьми были знайдены останки 9-ти солдат Червоной армии. Имены и прозвищи солдат, на жаль, застанутся невядомыми. На месте знаходжения останков не оказалось особистых медальонов. Дарыш и зараз про 71 год после закончения войны редкие раскопки сопровождаются установлением особистых даденных загинувших солдат. Если такие медальоны посмертные обнаружаются, то они в основном находятся в области таза бедренных суставов. Устанавливают имя советского военнослужащих азарасы у Добрыши. Тут, напереда днемайских святов, удельники пошукового батальона достали с земли останки солдата, якуха поховала на своем огороде Жихар-Карайцентра. Документы 43-м передала у военкомата. На месте похования поставила невеликий намогильный помник, обучинку вспоминая унушка Жанчины. Во время войны еще моя бабушка вместе со своим братом они захоронили здесь военнослужащего, было отступление со стороны, и погиб солдат, они его захоронили. Документы, которые остались, были переданы в местный военкомат. Но документы во время войны были, все это потерялось со временем. Загинувши войсковца, молодый солдат рабочо-селянской червоной армии. При им были знайдены военные речи. Противогаз, точильный брусок, фрагменты зубной щетки, рубашка дручной гранаты, брытва небезпечная, пенал для ей шмачагу инжага. Махчима знайденная после рестаурации передадут в музей. По причине смерти могу пояснить, что на черепе имеются следы воздействия как пули, так и осколка, который мы обнаружили в полости черепа. Ничто не забытое, никто не забытый. Знайденные останки будут урочисто перепахованы в одной из братерских могил Добружского района. На даденый момент Украине проведено больше тысячи подобных церемоний. Подвиг воинов-вызвалителев складано операционить. Народ не перемогчил, а кульян памятая свое героичное, историчное минулое своих батьков, дядов и прадедов, які змагалися за вызволение родимых. И вот одновленная братерская могила везцы Бяровский Гомельского района – еще один добрый приклад поважливого оставлення до воинов-вызвалителев, якие ишли до великой перемоги, долгие и нелегкие 1418 зен. Александр Гамоля, Максим Славин, телерадо-компания Гомель. Гэти и инши новини вы можете знайсти на нашем сайте в интернеті по адресі www.cvrgomel.by. На этом выпуск завершено. У студии працавала Маргарита Шибукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин